Привет, Юлечка. Очень рада тебя видеть. Очень рада, что ты у меня открываешь этот проект интервью с полиглотами. Ты первый человек, с кого я интервьюерю сегодня, поэтому я немножечко волнуюсь, но я думаю, что это все пройдет у нас просто на высшем уровне. Будет бомба. Мы с тобой знакомы по Инстаграму. Я знаю, что там ты ведешь блог о языках, ты преподаешь языки, но мне бы хотелось, чтобы ты сейчас немножечко рассказала о себе поподробнее для зрителей. Поэтому расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, что ты делаешь, какие языки ты изучаешь. На самом деле я тебя знаю еще из ВКонтакта. В Инстаграме мы с тобой уже лично познакомились, а я на тебя очень долго была подписана в ВКонтакте. Среди тысяч-тысяч подписчиков была. И ты меня очень вдохновляла всегда своим изучением языков. Хотя никогда не учила арабки, никогда не думала его учить. Я вообще преподаю языки. Это вот мое дело жизни. Мне прям очень это нравится. И я очень люблю всякие эксперименты. И поэтому и в преподавании, и в блогерстве, и везде. И поэтому я тоже и над собой экспериментирую постоянно. И учу языки разными-разными способами. Пробую все, что где-то как-то услышала, на себя примеряю. Преподаю языки уже больше 20 лет. Но первый мой язык немецкий. Больше всего опыта с ним. Слушай, это здорово. Такой большой опыт. С какого языка ты начала изучение? Немецкого. У меня так получилось чисто случайно, что в 15 лет меня отправила мама в лицей с уклоном. Это был лицей специализированный. В котором мы изучали 10 часов в неделю. У нас был немецкий. У нас преподаватель была из университета. То есть требования были очень высокие. Но пришла я туда нулем полным. Я не знаю, как меня взяли. Было очень смешно на собеседовании. Когда они меня спрашивали. Когда они узнали, что папа у меня музыкант. И они спрашивали, на каком ты музыкальном инструменте играешь. И перечитали музыкальные инструменты. И в конце филяхт. И я, зная, как отвечать структуру предложения, не зная это слово, сказала, что я не играю на филяхт. Филяхт это может быть. Да, но может быть ты не играешь. Но всем остальным может быть, да? Да. Ну, в общем, меня взяли. И за два года я, в принципе, хорошо в языке продвинулась. Но изучение было, конечно, такое спартанское достаточно. Да. Старыми такими, старорежимными методами. Но зато все очень основательно. Вот. Очень благодарна своей преподавательнице. Ее уже нет в живых, к сожалению. И потом я пошла в университет. Очень легко поступила после такой закалки. Вот. И в университете уже изучала немецкий первый язык и второй английский. Начала я с нуля его в университете. Ну, после университета я его еще долго доучивала на всяких курсах и с носителями, и просто на курсах. И до сих пор практически. Ну, я до сих пор их учу, но все понимают, кто изучает языки, все понимают, что это конечный процесс. Вот. После английского у меня был испанский. После университета мне захотелось. Меня потянуло на романские языки. Вот. Испанский. Это была моя любовь, моя страсть. Вообще, я погрузилась в испанскую культуру. Как раз была популярна Наталья Аврейра. И вот эти все сериалы. То есть ты испанский изучала именно аргентинский или все-таки испанский-испанский европейский? Нет. Испанский. Испанский. Я тогда вообще не понимала, что там, чем они отличаются. Я изучала нормальный испанский. Ну, тогда было очень мало возможностей. Интернета не было. Я в небольшом городе. И у нас было только одно место, которое... Где можно было выучить испанский. Ну, базовые основы там какие-то. Вот. Я пошла туда. Там преподавали нормальные обычные испанские. И... Ну, в общем, потом я съездила в Испанию. И как-то у меня все это прошло. Сошло на нет. Почему? Что случилось? Вот я даже не знаю, что... И мне просто тогда... Я работать начала. Ребенок у меня родился. Я все вот это вот закрутилась. Немножко другие приоритеты были. И не было таких возможностей еще. Вот если бы я могла бы фоном там включить, как я сейчас, да, что-то делаю. И фоном включила сериал, допустим, или подкаст. Ну, тогда не было интернета. И у меня был просто самоучитель какой-то, учебник по грамматике. И все. И было очень сложно дальше самой заниматься. Я не знала тогда. Я сама тогда не учила языки еще самостоятельно. И я не знала, как дальше мне двигаться, куда. И больше не было вариантов в городе. Как бы преподавателей я не нашла. Вот. Лучить по книжкам язык, это очень сложно, конечно. Малопродуктивно. Вот. Ну, и потом у меня появился итальянский. Это уже спустя несколько лет. Уже... В общем, у меня каждый раз... Я заканчиваю университет, начала изучать испанский. Я защитила диссертацию, начала изучать итальянский. Чтобы как-то не отдыхать слишком. То есть ты достигаешь какого-то рубежа и ставишь себе следующую планку, чтобы достигнуть ее тоже. Знаешь, какая-то пустота просто. Вот я защитила диссертацию, какая-то пустота в жизни образовалась. Надо было ее чем-то запомнить. И я вспомнила в этот момент, что я всегда учить итальянский хотела. Ну, у меня была такая мечта когда-то. Я все время отказывала, думала, вот защищусь, потом защищусь, потом. Ну, и вот этот момент настал. Ну, и итальянский я уже учила сначала на курсах, а потом очень много самостоятельно учила, организовывала этот процесс самостоятельно. Но у меня были преподаватели. Преподаватели, я сама их находила, обмены практиковала. То есть я им преподавала, искала людей, которые изучают какой-то язык, который знаю я. Ну, немецкий или английский, да, который я преподаю. И они при этом были преподавателями итальянского. Ну, и, в общем, мы вот так обменивались. А потом я еще поехала в Италию на курсы внезапно. И там, конечно, она полностью погрузилась. И все, я поняла, что этот язык уже из моей жизни никак не уйдет. И это мой любимый язык сейчас. Вот, ну, а чуть позже пришел турецкий. А как пришел турецкий? Слушай, да, были романские языки. Да, и тут вдруг турецкий. Почему именно он? Ну, турецкий просто... Я даже не знаю, как это получилось. Я, может быть, на тебя смотрела еще, на других людей, которые изучают восточные языки. И мне тоже хотелось попробовать поэкспериментировать с ними, потому что это совсем другой мир для меня. Ну, и вообще, да, это совсем не похожие они на романские, германские. И у меня еще есть подруга, которая изучала японский. И я это все видела, ее тетрадки, как она вводила эти иероглифы. И я все не решалась. А потом вдруг я узнала, что в турецком, это тоже считается восточный же язык, да, но в турецком нет иероглифов. И еще одна у меня подруга переехала в Турцию, и она начала учить турецкий и сказала мне, что, ой, да, он достаточно простой, ты его вообще легко выучишь. Ну, в общем, я решила очередной эксперимент провести. Ага. И как оно получилось? Турецкий действительно оказался простым для тебя, или были какие-то сложности, с которыми ты столкнулась? Очень сложно было запоминать слова. И до сих пор сложно запоминать слова, потому что они ни на что не похожи. То есть, если немецкий, когда я учила немецкий, мне было 15 лет, я начинала учить, и память была очень хорошая, я просто зазубривала слова, и все. Вот просто тупо зубрила списками, и как-то это все получалось. И даже тексты зубрила, и все. Потом английский, с английским уже у меня, я опиралась во многом на немецкие кормы. Ну, там, корни одни, германские языки, да, и было на что опереться. А с итальянским тоже, там, много английских корней. Там я уже метод ассоциаций начала использовать, всячески играться. Вот, то есть, там, представлять, например, убряку, это вот пьяный такой, вот мне прямо до сих пор представляется перед глазами. Убряку, да, или там станку, это тот, кто проработал у станка и устал, поэтому вот станку уставший. Вот такие вот такие моменты. Ну, это было прикольно с итальянским, но с турецким это не прокатило никак. Потому что слова, конечно, есть много слов, похожих на русские, заимствованных. То есть, мы заимствовали, да, в турецком языке. Ну, и даже не очень много их, скажем так. Но основная масса, они просто, вот, просто слова. И я сразу начала понимать своих студентов, которые с нуля изучают язык. И которые вообще, ну, никогда ничего не учили, ну, другие языки не учили. И им вообще ни на что опереться. Вот какая-то сложная задача. Ну, тут я стала применять всякие стикеры. Я раньше этого никогда не делала с другими языками. Сначала развешивала по всему дому, читала, ходила. Ну, то есть, сначала я партиями какими-то развешивала и ходила, читала. Ну, у меня домашние уже все привыкли к моим странностям, поэтому все нормально. Слушай, интересный момент. Вот как ты пользовалась этими стикерами? Расскажи, пожалуйста. То есть, ты развешивала, например, стоит шкаф, да, и ты на него вешаешь стикер со словом шкаф? Или ты на него вешаешь стикер, я не знаю, со словом, там, революция? Ну, что-то такое, что надо запомнить. Как ты этим пользовалась? Расскажи. Ну, сначала я развешивала по мебели и по всем предметам, на которые можно повесить стикеры. Не сразу на все, но партиями. И читала каждый раз, когда я проходила мимо, я старалась осознанно обращать внимание и читать. На календарь вешала, допустим, я не могла запомнить название месяцев. И вот сейчас месяц идет, например, там, май, да, и, ну, май там легко. И вот мы вешаем название месяца, и каждый раз я смотрю на календарь. Ну, я часто смотрю, я планирую уроки, там, все, и я каждый раз подсчитываю слух. Естественно, за месяц я запомню, и уже очень основательно. Дни недели точно так же делала, на дни недели тоже вешала. Вот, потом я начала вешать выражения. Когда я уже задалась целью, что мне надо уже говорить, сколько можно топтаться на одном месте, я нашла турецкого преподавателя-носителя. И она мне какие-то фразы писала в скайпе, вот мы занимались по скайпу. И, конечно, мне было очень сложно поначалу. И она мне многое писала, то есть она говорила и писала. И я эти потом фразы, зная, что они точно правильные, либо какие-то из учебников фразы, диалога, я их начала развешивать по дому тоже. И читать, стараться там с интонацией вспоминать, как Турчанка читала, да, вот это вот все. И я их меняла, то есть неделю висят у меня вот эти выражения, через неделю я их меняю, следующие. И я заметила, что они стали у меня как якорьками. То есть я, опираясь на вот эти выражения, могу уже построить свои. Зная там, где стоит вопросительное слово, да, где, какая форма глагола, какое окончание. Она обращалась ко мне на «ты», то есть у меня были на «ты» эти вопросы, если это вопросы. Вот, в общем, вот таким образом. Немножко я себе создала базу. Сейчас уже проще, сейчас уже можно на что-то опереться, какие-то словообразовательные элементы видишь. Уже не так все страшно, как было вначале. Слушай, а вот скажи, пожалуйста, ты говоришь, что ты начала общаться с носителем, да, с преподавателем, но ты это как начала делать? Через какой промежуток времени? То есть насколько быстро ты вошла в разговорную практику, насколько быстро у тебя получилось общение? У меня вообще с разговором всегда сложно во всех языках. Это мое самое сложное, как бы, мое слабое место всегда. И я начала это, ну, где-то спустя несколько месяцев. Я сначала изучила какие-то грамматические основы, там, нашла себе курс в интернете на открытом образовании, совершенно бесплатный, и проходила там постепенно грамматику. Мне важно было понять, из чего состоит, из каких кирпичей состоят предложения. Я не могу, вот знаешь, как есть люди говорят, которые слушали-слушали много, там, сериалы смотрели и запомнили. Я вот не могу так просто запомнить. У меня какой-то другой склад ума, что ли, не знаю. Мне нужно знать, из чего состоит. И вот эти кирпичики я потихонечку там начала уже собирать предложения. И тогда я поняла, что мне нужно с кем-то начинать разговаривать, что сама я это не осилю все-таки. Хотя изначально у меня была задача попробовать самостоятельно изучить язык. Но все-таки я понимаю, что без помощников не обойтись в любом случае. Ты самостоятельно организуешь процесс, но нужно привлекать преподавателей, носителей. Стадий-бади вот у меня сейчас еще я пробую формат тоже активно. Как тебе заходит этот формат? Хорошо. У меня по турецкому языку вот пара, спружеская пара, которая изучает турецкий. Ну, тут, конечно, много нюансов надо учесть. И начиная от того, насколько вы совпадаете с людьми, чисто там энергетически, в общении, и заканчивая тем, какой уровень у вас. Очень осторожно, потому что, когда, особенно начальные уровни, можно ошибок нахвататься друг у друга, да, и так и запомнить. Это да, действительно. И есть люди, которые, они уверены, что так надо, и они тебе будут доказывать, что это именно так. Вот поэтому мы все проверяем. Но у нас в нашей тройке, ну, вот парень, он лучше знает, чем мы. И он, как бы, он любит объяснять. Нам очень повезло у нас учат, можно сказать. Да, это здорово. Слушай, когда есть человек, который лучше разбирается в каких-то моментах, который может подсказать, где-то поправить, где-то что-то вот скорректировать. Это очень помогает, мне кажется, да? Да, конечно. Ну, и, во-первых, у него как-то это все более, вот знаешь, может быть, у мужчин так по-другому немножко работает. У него все устоявшееся. То есть мы можем сомневаться в каких-то моментах, мы можем там сказать так, можем эмоционально что-то там, не подумав сказать, да. А у мужчин все по полочкам. Сразу же раз корректирует. Ну, у него не очень высокий уровень, просто основы вот эти базы хорошие. У нас еще база такая, шатка. Ну, у нас какой уровень в турецком? Я даже не знаю, ну, один с половиной, может быть. Где-то я на два залажу на каких-то темах, в общем, сложно сказать. Ну, то есть ты знаешь, какие-то азы грамматики, да, получаются. Ты можешь читать, можешь писать и говорить на базовые темы, да? Да, ну, говорить на базовые темы очень сложно. Ну, по крайней мере... Да, по крайней мере, я уже начала понимать свою турчанку. Она мне уже не пишет такие простыни в скайпе. А я ее уже сразу понимаю, что она меня хотя бы спрашивает. И ответить могу на такие простые. Ну, там, про погоду, как я учусь, что я делаю на этой неделе. Или, там, иногда про праздники вот мы можем поговорить. Ну, что-то такое общее. Ничего, постепенно все будет. Конечно, да. Я уверена, что у тебя все получится. Тем более, что у тебя есть такой большой опыт изучения романских языков уже. Поэтому с турецким я думаю, что тут все тоже будет отлично. Просто это может занять немножечко больше времени, потому что язык все-таки достаточно сильно отличается от романских. Несмотря на то, что там тоже латинский алфавит, который немножечко облегчает чтение. Но немножечко. Но там звуки другие, правильно? Там и звуки другие. Там самое главное то, что... Аглютинативная эта система языка. Когда мы лепим к одному корню, мы лепим кучу-кучу аффиксов в конце. И одно слово может означать целое предложение или словосочетание. И нужно быстро сообразить, какой там аффикс, какой момент прилепить и сказать. Вот это у меня большую сложность вызывало. Ну и вообще у меня мозг сейчас уже привык. Уже все нормально воспринимает, что это же турецкий. А в начале у меня было такое ощущение, как вот когда, я не знаю, занимаешься ли ты йогой. Я занимаюсь, и когда я вижу какую-то новую асану, я думаю, ну это же невозможно. Я же так не сделаю никогда. Это же невозможно. Потом начинаешь разбирать эту асану по частям. Как вот здесь стать, а как подготовить тело к этому. И мозг понимает, что это реально. И вот то же самое у меня было с турецким. Очень такая аналогия. Ну в общем, я думала, ну это вообще, я это никогда не смогу. Я это никогда не оселю. Это вообще никак. И там месяц, два я занимаюсь, три. И я понимаю, что за эти два-три месяца в итальянском я уже говорила, там начинала какие-то базовые темы обсуждать. С носителем даже. А тут я не могу даже простейшие предложения собрать. Там меня зовут Юля. Ну то есть как бы совсем. Вот поэтому... Ну а потом я уже это привыкла, как бы приняла то, что просто, как ты говоришь, это язык немножко другого порядка, и ему нужно больше времени. Особенно если ты не, ну как бы... Я думаю, что татарам, там допустим, казахам, им будет проще, потому что у них ближе язык, да? А у нас, у меня немножко другая система языковая, поэтому мне вот так. Головоломка. Конечно. Когда твой родной язык похож на тот язык, который ты изучаешь, он может быть, ну как бы чуть-чуть полегче. Хотя иногда бывает так, что наоборот, родной язык может мешать немножечко. Вот ты как думаешь? Вот ты изучала романские языки, да? Там немецкий похож на английский, английский похож на испанский, испанский похож на итальянский, да? То есть тут есть какие-то многие схожие моменты в этих языках. Тебе было легче переходить с одного языка на другой? Или были моменты, когда они все спутывались воедино, и там приходило итальянское слово вместо испанского, например? Или наоборот? Было такое? Это очень часто, то, что ты сейчас сказала, итальянское слово вместо испанского, и наоборот, это было очень часто. Ну, немецкий с английским не настолько близки все-таки. Возможно, из-за произношения они меня не путались никогда. Ну, и плюс еще, мне кажется, из-за того, что когда я начала учить английский, немецкий у меня был уже на очень хорошем уровне. Поэтому я читала такую теорию, что языки, которые у тебя там на B2 и выше, они находятся, центры управления мозги находятся рядом с теми центрами, которые управляют твоим родным языком. А центры, которые управляют иностранными языками, они находятся в другой стороне. И как бы вот они уже не путаются, если у тебя язык сильный один. Вот с немецким у меня вообще никогда ничего не путалось. А потом вот когда испанский я... Я поучила испанский, я его забросила, и много лет я к нему не прикасалась, наверное, лет 10. И когда я начала учить итальянский, у меня полезли испанские слова. Откуда? Я думала, что я их уже давно не помню. То есть там совсем разные. Например, по-итальянски бабушка Нонна, да? А по-испански обуэла. И у меня вот обуэла лезла. Откуда ты вообще, понимаешь? Ну, и мне часто говорила вот преподаватель на курсах, что ты опять испанское слово сказала, ты опять испанское. Но она знала испанский тоже. И я даже не замечала за собой. Но потом со временем это все устаканилось, все это ушло. Потом у меня был период, когда я начинала снова учить испанский, восстанавливать его. Это было буквально в прошлом году. И где-то полгода я этим занималась. Я начала уже сериалы смотреть. Там вот этот бумажный дом я смотрела на испанском. И, в принципе, понимаю, я неплохо. Но говорить я не могу, потому что я грамматику не восстановила. И я не могу связывать предложение слова. И я заметила, что меня в итальянском раскакивают снова испанские слова. Опять, да? Та же языковая пара. И тоже опять из испанского в итальянский. Да, да. Удивительно. Именно так они наоборот, да? Ну да. Ну, в принципе, они просто очень похожи. В принципе, я думаю, если прям заниматься этими двумя языками постоянно, то они потом разойдутся со временем. Но у меня так получилось, что я опять испанский поставила на паузу, скажем так. Просто у меня слишком много. Я немножко перфекционист, но плюс еще у меня вот три языка я преподаю, и мне их надо в хорошем, прям на хорошем уровне держать, да? Поэтому, чтобы их держать, нужно время. Как ни красиво. И поэтому я решила, думаю, ну ладно, раз у меня турецкий самый слабенький, и мне хочется все-таки в нем чего-то достичь, и я уже влюбилась тоже в этот язык, думаю, ну ладно, хорошо. Сейчас испанский, значит, через год. Поставил пока на паузу. Но тем не менее, все равно, если ты сейчас его поставила на паузу, тем более учитывая твой предыдущий опыт, да, когда ты его поставила на паузу на 10 лет, а потом взяла и вот так вот за полгода вспомнила до уровня просмотра сериалов, это очень здорово. Потому что 10 лет – это, конечно, очень большой срок. Ну тут еще очень сильно помогает итальянский по поводу просмотра сериалов, потому что много слов похожих, и ты просто смотришь, и ты не учила эти слова в испанском, а они просто были в итальянском. Но я, то, что я поняла за эти полгода, это то, что если я серьезно прям займусь этим языком, если мне вот нужно будет, то я быстро его восстановлю. Я просто это почувствовала. Поэтому я сильно переживаю. Это очень важно, то, что у тебя есть уверенность в этом, в своих силах, то, что у тебя все получится. Потому что я в твоих способностях уверена вот на 100%, правда. Потому что человек, знающий столько языков, и то, что ты преподаешь из твоих три языка, это очень здорово. И, кстати, вот то, что ты упомянула, то, что все эти три языка, которые ты преподаешь, их нужно поддерживать. И, в принципе, да, это проблема очень многих людей, которые учат иностранные языки, и моя в том числе. Потому что, когда ты не поддерживаешь этот язык, он забывается, он уходит. И чем дольше ты им не занимаешься, тем быстрее ты его забываешь. Ну, все. Не позанималась какой-то период времени, потом мозги скрипят, когда ты это вспоминаешь. Вот это происходит с трудом. Ты как поддерживаешь языки? Расскажи, что у тебя, что тебе помогает это делать? Я пробовала разные системы, пробовала планировать, там, каждый день по полчаса, каждым языком. Но дело в том, что я еще веду уроки индивидуальные, и там у меня сейчас и групповые, и разговорные клубы. И у меня их достаточно много в день. У меня нагрузка большая. Поэтому, вот чтобы каждый день по полчаса позаниматься еще и просто своим языком, мне не хватает меня. Видимо, не столько времени, сколько сил уже не хватает, может быть. Поэтому я разделила дни. То есть у меня вот шесть дней в неделю, допустим, воскресенье, там уже у меня все языки перемешиваются, там я по настроению занимаюсь, чем хочу. Вот. А шесть дней у меня каждый день какого-то языка. И, например, я понимаю, что в этот день у меня больше английских уроков. И чтобы настроиться на английский, я обязательно стараюсь почитать английскую книгу либо статью на английском и посмотреть сериал. Пусть даже кусочек. Пусть там, ну, или фильм, да, или видео, может быть, на Ютьюбе. За завтраком я могу послушать песню на этом языке. Там, пока я что-то делаю на кухне, я могу посмотреть видео или кусок сериала. И стараюсь еще садиться и за учебники, но это получается не каждый раз, честно признаюсь. Вот. Но если английский, немецкий, у меня еще уроков достаточно много, то итальянского у меня поменьше уроков, и мне нужно еще дополнительно его как бы подтягивать. Вот недавно я записалась на курс, прошла курс месячный онлайн, чтобы немножко его как бы освежить. Все равно вот нужно время от времени, как я говорю, штаны подтягивать. Вот они то тут сползли, то тут сползли, да, то с этой стороны нужно подтягивать, то с этой. Вот. И потом я предложила тем людям, которые были со мной на курсе, там 13 человек, сделать свой итальянский клуб просто онлайн и болтать на итальянском. Там в основном русские и украинцы, но одна у нас бразильянка попалась, поэтому там все в нашем чате на итальянском. Ну, там уже уровень хороший у людей, там от B2, поэтому мы общаемся просто вот как друзья и что-то делаем, какие-то активности. Ну, я там что-нибудь нахожу и мы там делаем или какую-то игру или исковую. Ну, в общем, всякие обсуждаем темы, вопросики какие-нибудь находим, статью там прочитаем, обсудим. Еще у меня есть сейчас очень хорошая стадия Бади. Девочка итальянка, которая учит русский в университете. И мы регулярно вот с ней, сначала мы с ней голосовые сообщения отправляли, она нашла меня в Инстаграме, точнее как, она просто подписалась на меня в Инстаграме. И я проявила активность, написала, увидела, что это итальянка на меня подписалась и написала, ой, это итальянка, добро пожаловать, я изучаю итальянский, мой любимый язык. Вот, и, ну, это правда. И она ответила, она сказала, что я серьезно учу русский в университете. У меня проблемы с говорением, я все понимаю, но мне сложно говорить. Я говорю, давай мы с тобой будем в Телеграме общаться, обмениваться сообщениями. И я ей задавала кучу вопросов, она мне отвечала, задавала свои вопросы. Я отправляла все время голосовые, а она писала. Потом она осмелилась и тоже стала отправлять голосовые через несколько там, через месяц, может быть. А потом я ей предложила, давай встретимся в Зуме. Она согласилась, и мы начали. Сначала мы просто разговаривали полчаса на русском, полчаса на итальянском, раз в неделю. А потом она сама предложила, давай мы будем что-то читать или смотреть и это обсуждать. Вот я нахожу себе материал, который я бы хотела обсудить. Я ей высылаю, она это просматривает, составляет мне какие-то вопросы, даже она такая ответственная. И мы это обсуждаем потом. И то же самое делает она. Она на русском ищет материал. И я преподаю ей, получается, русский. Но такой еще опыт у меня. Слушай, это очень здорово. Языковой обмен вот такой вот, который тебе помогает не только познавать иностранный язык, но и как-то поглубже, что ли, окунаться в свой родной. Потому что если бы ты не стала преподавать русский, ты бы, наверное, тоже не покопалась так в нем глубоко, как ты можешь покопаться в нем сейчас, выискивая там что-то интересное для иностранцев. Это очень сложно. Я хочу сказать, когда ты не специалист, а именно просто носитель, и ты, наверное, тоже это испытала. Ты знаешь, да, потому что арабский я могу преподавать русский, мне очень сложно преподавать. Несмотря на то, что в школе изучала русский, да, и казалось бы, наоборот, здесь должно быть гораздо легче, но нет. Может быть, это магия русского, не знаю. Просто там нюансы нужно свои знать. Мне кажется, с другой стороны им объяснять нужно иностранцам. Потому что то, что мы воспринимаем, там вся-вся, да, а если задаешь вопрос, что делать, значит вся. Вот я ей объясняю, она говорит, а когда мы задаем вопрос, что делать? Ну, то есть там совсем другие технологии объяснения. И грамматику я уже отчаялась ей объяснять. Просто я нашла какие-то учебники, которые на итальянском написаны, для итальянцев. Вот у нее какие-то там есть. И мы просто занимаемся разговорной практикой. То есть она меня спрашивает, почему так? Я говорю, так говорят. Так надо сказать. Она, конечно, пытаясь что-то придумать там. Ну да, ты права. Начинаешь копаться и думать, ой, а почему мы это слово здесь так используем, а здесь нет. Почему эту приставку там въехать, заехать? Почему тут въехать, а тут заехать, да? Какая разница между ними, да? Когда въехать, надо сказать. Когда заехать, надо сказать. Да, много таких моментов, конечно. Конечно. Ну, слушай, вот это вот то, что ты сейчас упомянула в своей фразе, да? Ты сказала, когда она тебя спрашивает, почему так говорят, и ты говоришь, ну, просто так говорят. Вот этот момент, в котором очень часто упрекают носители, причём не только русского языка, а вообще любого языка. Когда ты вроде бы общаешься с носителем, который шикарно знает язык, он превосходно им владеет, но ты ему задаёшь вопрос, а почему? А он не знает, почему. И как бы, ты же носитель, он должен знать, а он не знает, и почему. И он тебе отвечает такой вот фразой, типа, ну, так говорят, ну, а что? Просто мы так говорим. Есть какое-то грамматическое правило на это? Ну, может, и есть, но, наверное, нет. Просто так говорят. Ну, с другой стороны, во всех иностранных языках есть какие-то устойчивые выражения, которые надо просто принять. Как я говорю ученикам, когда они задают такой вопрос, а там просто устойчивое выражение. А я говорю, понять и простить. Просто принять. Что вот это так, и всё. Ну, то есть, почему там ан для университета, да? В университете я учусь, а когда учусь, там надо говорить ан, а не ин, да? Ну, почему-то вот так, и всё. Да, интересно. Но мне кажется, там всё равно есть какая-то, может быть, история, которая уходит корнями глубоко-глубоко. Возможно. Которая, может быть, уже сейчас не актуальна, и просто осталась вот в виде такого фразеологизма, и всё. То есть, то, что мы говорим вот так. Да, конечно. Иногда я, конечно, копаюсь, там, этимологию ещё и всё остальное, но всё равно есть какие-то вещи, которые просто нужно запомнить. Просто вот несколько раз повторить, несколько раз услышать, там, те же идиомы, да? Ещё там какие-то вещи. Просто запомнить. Ну, конечно, и куда? А есть у тебя какие-то любимые способы изучения языков, которые вот ты обожаешь просто, когда ты учишься, вот именно таким образом ты наслаждаешься, либо которые максимально эффективно работают с тобой? Да, прям сложно сказать. Я как-то всё пробую. Ну, вот, наверное, сейчас у меня самое прикольное для меня – это вот обмены. Обмены, клубы. Вот. Ну, у меня очень сильно стёрта грань между изучением языка и преподаванием. Потому что, когда я преподаю, я тоже готовлюсь. Особенно вот на высоких уровнях у меня есть клуб для продвинутого уровня на немецком. Там вообще у меня собрались такие люди, которые уже там С1, одна девушка. Вот я думаю, что у неё точно есть С1, она в Германии живёт. И всё равно она туда приходит, чтобы пообщаться на немецком. И вот я тоже сама учусь. Что-то она там сказала, что-то она рассказала. И когда я к ним готовлю материалы, эти материалы уже точно аутентичные и ни капли не упрощённые. И, конечно, тут тоже это вроде бы как и учёба, но меня это очень сильно вдохновляет. И работа, и учёба, всё в одном. В общем, наверное, мне больше всего нравится, когда учишь с кем-то, общаешься с кем-то. Ну, хотя мне все вот эти методы, которые я перечислила, там и сериалы, и книги, и даже учебники, мне всё это нравится. И курсы мне ещё нравятся очень. Вот самое моё любимое, наверное, это когда ты ходишь на курсы и снова чувствуешь себя студентом. Я такой вечный студент в душе. Плюс ещё, когда ты студент, ты подмечаешь какие-то фишки у преподавателей и берёшь их себе. И пробуешь тоже их использовать. Как бы и методику учишь. И, конечно, самое интересное, это изучать язык в среде. Да, я не слышусь. К сожалению, не всегда это возможно. Но мне кажется, вот если сейчас это сумасшествие закончится, наше, да, с пандемией, вот если вот не брать этот фактор внимания, а брать чисто финансовые какие-то моменты или ещё что-то, это всё равно возможно, если ты этого сильно хочешь. У меня был такой случай, когда я поехала в Италию изучать язык на курсы. Я тогда преподавала в университете. У меня, ну, финансовые возможности были сильно ограничены. И у меня ребёнок, семья. И вдруг я собралась и поехала на юг Италии. Первый раз одна, вообще одна. И, в общем, не знаю, как это получилось. Просто как-то я задалась цель. Я нашла курсы такие не очень дорогие. Я подсобирала там денег, я заняла. Я договорилась с мужем. Я взяла отпуск без содержания в университете. То есть, и как-то вроде всё сложилось. Все вот эти пазлики сошли. И после этой поездки, конечно, у меня немножко мир перевернулся. Потому что я увидела людей со всех стран, которые изучали итальянский в Италии. И почувствовала, что нет никаких границ. Вообще вот эти все границы, они у нас в сознании. То есть, там были и бабушки, у которых там по пять внуков они приехали из Бразилии учить в Италию итальянский. Понимаешь, я смотрела на эту бабушку и думала, ну как вот она, какая молодец. Ну то есть, так можно было. Знаешь, вот. Ну конечно, это опять-таки все границы и все барьеры, которые мы себе ставим, они у нас в голове в первую очередь. Потому что если мы видим возможность, мы найдём какой-то способ её реализовать, её воплотить в жизнь. То есть, вот мы хотим, мы будем искать, что нам поможет этого достичь. А если мы хотим, мы думаем, ну блин, ну, у меня десять внуков уже там, да, я живу в Бразилии, вообще Италия на другом континенте, туда ещё думать надо, как доехать. Это всё очень долго, очень дорого. А вдруг это, а вдруг меня ограбят по дороге, а вдруг там мне обманут, ещё что-нибудь, да? Самолёт пойдёт над океаном, мало ли. Ну да, да, то есть куча оправданий можно придумать. И вот знаешь, люди, которые хотят учить языки, они найдут всё равно способы. У меня сейчас одна уникальная студентка есть в разговорном клубе на немецком языке. Она, у неё пятимесячный ребёнок, и ей не с кем вообще его оставить, но он всё время с ней. Так вот, она приходит на занятия с ним, и когда он там плачет или разговаривает, она просто выключает звук, а когда ей надо сказать, она работает. И она так активно работает, и я думаю, вот у человека нет оправданий, вот ему хочется учить немецкий, и он нашёл всё равно способ. Она там и с этим ребёнком, ну, мы там уже тоже все радуемся. Вот, и я прямо смотрю и думаю, ну, герой, герой, молодец, конечно. Вот у неё трое детей, кстати. И она находит время, она находит возможность. То есть есть люди, которые говорят, у меня просто нет времени. Ну, просто это не приоритет. Не приоритет, и как бы неважно для тебя это значит сейчас, в данный момент. Но в этом тоже ничего страшного нет. Не все должны учить по 10 языков, и не все вообще должны учить языки. Это всегда должно быть какое-то или цель, удовольствие, или... Ну, честно говоря, вот насчёт цели, у меня не всегда была цель, когда я начинала учить язык. Мне начиналось всё с удовольствия, а потом появлялась цель уже. А потом я... Именно через удовольствие приходила туда. Да. Мне как-то... Я начинала вникать в эту культуру, во всё, и влюбляюсь постепенно, влюблялась. И все вот мои языки, которые я учила, я их все люблю. Всех люблю. Были языки какие-то, которые ты учила? Или, может быть, тебе надо было выучить этот язык, но ты отказывалась от этого, потому что этот язык тебе не нравится абсолютно. Ты терпеть его не можешь. Есть такие языки? У меня таких языков нет, которые вот прям терпеть не могу. Но немецкий... У меня не было изначально любви к немецкому. Это мой первый язык. Я помню, как я в школе, когда я была в старших классах, мне хорошо давался. Ну, нас учили очень на примитивном уровне, там, переводить тексты, ну, как обычно, читать, переводить. Вот. Я и еще одна там девочка, мы переводили, а вся группа у нас списывала. Ну, такое у нас было обучение. И когда мы стояли, вот я помню очень хорошо этот момент, мы стояли у кабинета немецкого языка, и я первая возмущалась. Зачем нам нужен немецкий язык? Тогда было очень сложно представить, что когда-нибудь будут открыты границы, и я, девочка, там, из какого-то поселка смогу ездить за границей. И это вообще вопрос этот не стоял. Это были девяностые, там, даже это перед девяностыми, достаточно такое скромное было житье, бытье. Вот. И поэтому, и я вот помню, как я возмущалась, говорю, нам единственное, зачем нам может пригодиться немецкий, это помогать нашим детям в школе, когда они будут учить немецкий. Это хорошая перспектива, да? Да. И потом как-то так вот все сложилось, меня мама уговорила, и я очень ей благодарна, я хотела быть учителем истории. Но потом она меня уговорила, у меня мама тоже учитель, учитель биологии, и она, а, учитель истории, потом еще учитель литературы, вот, у меня была, у русского литературы, было желание тоже такое. Вот. И, но она меня убедила, что учитель иностранных языков это самый лучший, самый лучший вариант, потому что ты можешь и подработать, ты можешь и переводчиком, если у тебя не понравится, тебе в универсии, в школе работать. И вообще, в общем, это лучше. А, еще она мне такой аргумент привела, когда придет комиссия тебе, к тебе на урок, и ты будешь делать ошибки, то она ничего не поймет. Потрясающе, слушай. Это правда. Ну, и, в общем, я как-то в эту сторону пошла, и у меня была тогда цель, вот, я пришла с нулем, ну, умела читать и переводить тексты со словарем, все, что я умела в девятом классе. Я пришла в десятый класс, в лицей, и мне было очень сложно, потому что были люди, которые там ездили в Германию по обмену, уже тогда, и были, которые учились в городских школах, и там был уровень нормальный. И у меня стояли вот оценки 2-4, 2-4, а я вечная отличница была в школе, а тут спросили на уроке внезапно 2, спросили домашку 4, домашку я сделала, вот, какими-то там нечеловеческими усилиями. Ну, потом уже в одиннадцатом классе у меня уже была пятерка, в четверти в году, и экзамен я хорошо сдала. Но, дело в том, что немецкий, это вот был, как моя была ступенька в университет, и ступенька, вот, пойти в университет, остаться в городе жить. Я не хотела жить в поселке, то есть у меня были цели, связанные еще с этим языком, именно в плане развития, в плане переезда и так далее, да, работы, какой-то карьеры, вот, я думала об этом, я не думала о том, нравится ли мне немецкий. И вообще не было такой вот любви, как у меня итальянский, испанский начинался с любви, ну, и турецкий тоже, вот этого не было. Ну, и сейчас вот я его воспринимаю как язык моей работы, он очень интересный, я люблю в него углубляться, все, ну, вот такой вот прям страсти какой-то любви, у меня нет к немецкому, могу признаться, я спокойно к нему отношусь, хотя это мой вот самый рабочий язык. Да, слушай, это очень интересно, очень любопытно, как изначально не питая страсти к этому языку, тем не менее он стал твоей такой ступенькой, помощником для того, чтобы перейти на новый уровень жизни, да, и достичь какой-то новой степени, новой ступени, даже не знаю, как это правильно сформулировать, да, в жизни, и выдвинуть себя на следующий уровень, а дальше вот у тебя уже есть итальянский, у тебя уже есть испанский, турецкий, пожалуйста, но тем не менее, как бы немецкий, пусть без такой страсти, он задал тебе этот темп, он показал тебе этот мир. Да, и вообще любой язык, вот, который у меня в жизни, приходил ко мне, он что-то мне новое давал, вот, что-то открывал, какие-то новые возможности, какие-то, не знаю, какие-то новые интересные вещи, я узнавала, там, благодаря этому языку, об этих странах, о людях, о менталитете, мне вообще вот это очень тема интересна, менталитеты, характер разный, национальности разных, вот, и, в общем, каждый язык, это как дверь, дверь в какой-то еще новый мир. Да, конечно, я с тобой согласна, потому что тоже, сколько языков я изучала, каждый раз, когда ты начинаешь, с чего бы там ни начиналось изучение, там, не знаю, с музыки, с культуры, с чего-то все равно, ты это поглощаешь потом в комплексе, да, то есть это не просто язык, это не просто слова, там, грамматика и фонетика, нет, это гораздо больше, ты погружаешься в культуру, ты видишь, как живут эти люди, как они пользуются языком, как они мыслят, почему они делают это именно так, как это отражается в языке, то есть, конечно, это такое очень интересное, очень интересная сфера, сколько ты языков знаешь, столько жизни ты живешь, да, кто это сказал, не помню, да, еще говорят, сколько ты знаешь языков, столько раз ты человек, да, это, по-моему, ты даже сказал, да, тем не менее, чем больше языков мы знаем, тем больше раз мы молодцы, да, ну, это интересно, конечно, интересно, слушай, у меня к тебе будет заключительный вопрос, какой бы совет ты дала людям, которые начинают изучать языки, либо которые сомневаются, стоит им это делать, или, или может не стоит, может это не их, какой бы совет ты дала им? Мне кажется, самое главное в изучении языков выработать привычку, вот прям заняться целенаправленно выработкой привычки заниматься языком, вот в этом ключ успеха, потому что, если мы начинаем заниматься, и у нас вначале мотивация высокая, потом она постепенно ослабевает, это нормально, это закономерно, это у всех так бывает, вот в этот момент, когда она начинает ослабевать, может сработать привычка, поэтому вот я очень интересуюсь этими вопросами, психологией вообще интересуюсь, как вырабатывать привычку, и в своем блоге там я пишу про это, и экспериментирую опять же над собой, и сделаю вывод, что нужно просто выбрать определенное время, вот как я сделала, поделила, но это у меня работает, у вас может быть это будет работать по-другому, но нужно именно заняться вот этим вопросом, как вырабатывать привычки, и попробовать на себе несколько вариантов, и сделать, сделать себе привычку, для того, чтобы подстелить соломку на тот случай, когда мотивация будет падать, вот, ну а вообще, перед тем, как изучать язык, надо хорошенько подумать, готовы ли вы тратить на это время, силы, и готовы ли вы, может быть, отказаться от чего-то, в пользу языка, потому что время в сутках не бесконечно, силы наши не бесконечны, и может быть, вы готовы там отказаться от какой-то привычки, которая вас не продвигает никак, не приносит никакого удовольствия, вы просто по инерции ее делаете, там, например, не знаю, пообщаться с соседкой, которая жалуется вечно на жизнь, можно с ней пообщаться 10 минут, а можно 40 минут, вот эти полчаса, возможно, они пригодятся для языка, ну, в общем, такие моменты, подумать, что забирает время, что вам не нужно, и можно бы это время было бы пустить на язык, ну, это опять же, если он вам нужен, а если он не нужен, если вот вы решаете, что он вам не нужен, то не париться, и не ругать себя, и не говорить, что там, вот я такой бесталантный, и так далее, вот, если действительно язык не нужен, в этом тоже нет ничего страшного, мне, например, математика не сильно пригодилась, и я вот не сильно переживаю по этому поводу, не собираюсь ей заниматься, не все, что мы изучаем в школе, нам пригождается потом в жизни, действительно, ну, спасибо тебе большое за такую интересную беседу, Юлечка, я была очень рада тебя здесь видеть, вот, буду очень рада, если на тебя будут подписываться те, кто подписан на меня, да, зрители, которые нас посмотрят, они будут очень вдохновлены твоим примером лингвистическим, потому что такое количество языков, такие разные методы изучения, это очень здорово. У тебя же намного больше языков. Я очень рада, что ты меня пригласила, я прям с радостью откликнулась, и я всегда с удовольствием за тобой слежу в Инстаграме, и очень буду рада встретиться когда-нибудь лично. Взаимно. Я думаю, что это произойдет. Взаимно. Спасибо тебе огромное, что ты пригласила, а мне тоже было очень интересно с тобой побеседовать. И надеюсь, что было полезно людям, которые посмотрят это. Будет полезно. Я уверена, что будет полезно, потому что это такой большой пласт информации, поделилась своим опытом. Это всегда вдохновляет, это всегда мотивирует, когда ты видишь, что ты не один такой, что да, и у других людей тоже есть опыт, у других людей тоже есть какие-то сложности, с которыми они сталкиваются, но тем не менее, все это преодолимо, и можно достичь, очень высоких результатов. Даже несмотря на то, что, возможно, иногда возникают какие-то моменты, которые демотивируют. Иногда возникают какие-то моменты, которые кажутся очень сложными. Или наоборот, просто нету страсти, нету огня, чтобы с этим справиться. Но тем не менее, ты видишь, как с этим справляются другие люди, ты можешь взять что-то у них, из их опыта, применить это на свою жизнь, может сработать. Поэтому я уверена, что... Надо пробовать. Конечно, надо пробовать в любом случае. Спасибо тебе большое за беседу. Спасибо. Пока.